Мы продолжаем цикл программ «Закаленные севером», где ветераны геологоразведки вспоминают, с чего начиналась большая нефть в нашем Ненинском округе. Как в условиях Крайнего Севера закалялись характеры и строились судьбы многих тысяч первопроходцев арктических недр, буровиков, строителей, механизаторов, руководителей экспедиции. Как с нуля возникали новые поселки и возносились ввысь все новые и новые буровые вышки. Я когда приехал к геологам, посмотрел, как застраиваются геологии, у меня опера взяла. Первое, что я сделал, я запретил одноэтажное строительство. Это с его подачи, героя новой программы «Закаленные севером» Геннадия Якимова, заместителя генерального директора Архангельского территориального геологического управления АТГУ, в поселке Искателей началось интенсивное строительство двухэтажных домов, деревянных и каменных. Возводились новые объекты хозяйственного и социального назначения. По роду службы Геннадий Васильевич курировал и возведение буровых, и строительство нового варандея. Что он начинал с обрандей? В августе месяце разгрузили судно. Впереди зима. Бочки наполняли гравием, которым море мыло. Заливали молоком цементным. И на них вдоль берега строили вот эти дома. Именно в середине 70-х годов прошлого века освоение северных территорий на нефтегаз получило второе дыхание. Активно стали расти экспедиции, а следовательно, через испытания холодом и неустроенностью прошли многие тысячи людей, специалисты и рабочие из разных уголков Советского Союза. Как раз о них, первопроходцах северных недр, и продолжает рассказывать программа «Закаленные севером», где всю правду о тех непростых временах и свершениях вы узнаете непосредственно от участников событий. Смотрите скоро новые выпуски программы «Закаленные севером».